Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у нас автомобиль Toyota Harrier 2004 года выпуска. 3 литра бензин, переднеприводный. На этом автомобиле мы сегодня заменим передние шаровые опоры. Устанавливать будем оригинальные. Для этого мы сейчас поднимаем автомобиль, снимаем оба колеса и откручиваем шаровые опоры. Для смены опор здесь особого не надо ни специнструмента, ни дополнительных разборок на автомобиле. Меняется все легко. Поднимаем. Вот наша шаровая опора. Здесь у нас фиксатор, шплинт. Сейчас мажем ВДшкой. И вытаскиваем шплинт. Шплинт я вытащить не смог. Прикипел он очень сильно. И стучал его, пытался, пассатижи не зажимал. Уже это не показывал, не гремел. В итоге я его взял с двух сторон. Сверлом подсверлил. И вытянул остатки. Сверло взял на 3,5. И накидным ключом сверху накидываем. Вот таким образом, не широким ключом сверху накидываем на гайку и откручиваем ее. После того, как сорвали, уже можно снимать и откручивать рожковым ключом. Гайка у нас на новой шаровой есть новая. Поэтому гайка под замену. Эту можно не беречь. Расстояние между пальцем и приводом нам не даст открутить гайку. Поэтому мы ее откручиваем по максимально, сколько нам можно. А дальше мы выбиваем пару хлестких ударов под цапфи. Мы сбиваем палец шаровый и доворачиваем гайку до конца. Откручиваем. Так, ну гаечка уже у нас от руки здесь пошла. Поэтому вопросов с ее откручиванием у нас не будет. Откручиваем вот эти две гайки. И болт. То, что забрызгали ее, помогло. Все, вот у нас видно. С сайлентблоки потянули рычаг. Сейчас мы рычаг немножко оттягиваем вниз. И отводим шаровую. Все, у нас шара отошла. Здесь мы к приводу подводим и больше ее уже не дергаем, чтобы не порвать пыльник привода. Сейчас, в данный момент, берем вот здесь два-три удара молотком. Все, шаровая опора отошла. Откручиваем до конца гайку. И вытащили опору. Берем новую опору. Правая опора у нас номер 43-330-29-615. Откручиваем ее. Достаем. В комплекте идет новая гайка и новый сплинт. Заводим шаровую. Палец мы вот так складываем. Смазываем резьбу. И наживляем гайку. Все, в гайку мы наживили. Теперь мы смазываем. А, их потом смажем. Можно вот это вот смазать. Берем так же монтажкой. Подлавливаем рычаг. Отводим в сторону шаровую. Пускаем рычаг. И ставим на место шаровую. Наживляем гайки. И наживляем болт. Болт маленько не подходил. Пришлось откручивать эти гайки до конца. И наживляем первым болт сначала. Подтягиваем. Выставляем на шаровой, на пальце, отверстие. Чтобы оно у нас вот так вот вперед смотрело. Удобно, чтобы шпринтовать было. И потом снимать его. Так, гайки я подтянул. Шаровую опору повернул. Шплинт вот у нас. Теперь чуть-чуть возвращаем гайку назад. И вставляем шплинт. Все, шплинт мы вставили. Спереди. Один кончик мы разгинаем. Который у нас подлиннее. Мы его опускаем вниз. Сейчас я покажу. Вот этот вот кончик опускаем вниз. А этот мы не трогаем. И потом уже, когда снимать, если ее придется, она легко сойдет. Все, шаровую опору мы заменили. Аналогичным образом мы меняем левую сторону. Номер шаровой с левой стороны 43 340 29 215. Протянем колеса мы динаметрическим ключом фирмы Top2. Номер его серийный. Вот он. Номер ключа Anam 1620. До 200 ньютонов метров он. Здесь есть секретка у нас одна. Гайки мы крутим на 103 ньютонов метра. Секретку мы крутим на 55 ньютонов метров. Здесь выставляем шкалу. Выставляем на 55 ньютонов метров. Фиксируем. Берем ключ. Одеваем головку. И одеваем секретку. Дальше его тянуть не стоит. Можно затягивать сильнее, но вероятность испортить секретку возрастает. Выставляем 103 килограмма. То есть 103 ньютона метра. Фиксируем и затягиваем гайки. Все. Колесо у нас затянуто. Замену шаров мы произвели. Всего вам доброго.